Друзья, сегодня мы с вами распакуем новые смарт-часы от компании Xiaomi, точнее от ее дочерки Amazfit. И мало того, что мы их распакуем сегодня, мы им устроим экзекуцию, то бишь краш-тест. Мы их сегодня попинаем, заморозим, утопим, сварим. И даже мало того, мы их еще и в стиральной машине нафиг постираем. А зачем все это делать? Да потому что компания Xiaomi заявила, что здесь есть американский стандарт, значит, военный, называется он 810G. И типа они такие все защищенные, и здесь есть уже и Gorilla Glass третьего поколения стекло у нас, AMOLED дисплей, и как на коробке написано, у нас еще 20 часов, значит, 20 часов, 20 дней работы наших часов. Но я думаю, это точно так же, такая же начинка, как и в Amazfit GTS. А, значит, AMOLED дисплей, как я уже сказал, влагозащищенный, до 50 метров погружения, встроены GPS и GLONASS и Multisport. Короче, здесь куча режимов спортивных, давай смотреть, как они выглядят. Ну и, конечно же, мы их, ну ты понял, да? Мы их сегодня разнесем, мне кажется. Проверим, так ли уж топ Xiaomi за свои бабки, мм? ТАРА-ДАРДИН НАЕ ДДА̀ДА̀А ТАРА-ДА-ДА-ДА-ДО-ДА ТАРА-ДА-ДА ? ТАЭРА-ДАЙ ТАРА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДО-ДА-ДА-ДДА-ДДА-ДА-ДА-ДО-ДАую-ДА-ДА-Да-ДА-ДА-ДА. Аккумулятор, ну да ладно. Вот так выглядят смарт-часы, не тяжелые особо У нас имеется 4 механические клавиши Здесь у нас тот самый оптический датчик, чтобы считывать наш пульс, да? Аккумулятор здесь по заверению 390 мАч Здесь есть геомагнитный датчик, барометра здесь нет То есть вся вот эта защищенность не позволит ему это всё здесь находиться Есть GPS, GLONASS и тому подобное И давайте посмотрим, как они сидят на руке Блин, а он прям... Прям хороший! Смотрите, какой ремешок, то есть он эластичный достаточно То есть он достаточно прочный, посмотрите, да? Ай, блин! Вот, он растягивается, прям будь здоров! Это хорошо, интересно, резина в первый раз на Xiaomi, как такую вижу Во! Вот так вот эти часики у нас находятся, собственно, на руке, да? То есть они чем-то похожи на вот эти все движоки и тому подобное То есть, ну, спортивные часики Ничего у нас неподвижного здесь, как говорится, подвижного нет И здесь у нас под вот этой вот штучкой, внимание! Экран 360 на 360, 1,3 дюйма! Ага, вот такой хлястик, нифига! Они уже продумались, смотри, вот так тыс, открываешь и всё Ну ладно, окей! Здесь у нас толстенные все педали по лужам И здесь у нас магнитная зарядка Ээээ... Кстати, кстати, хочу сказать, такая же, как и на GTS'ках! То есть, блин, можно одной пользоваться, да? Наверное, я не знаю Но очень похоже, как на GTS'ках Как они, значит, на этой площадке держатся, эти часы? То есть, как проще и вращать не получится, но всё равно они держатся То есть, если кот какой-нибудь пробежит, он их не спихнет Не, ну реально хорошо, то есть Дымс, Дена, тымс! Всё, то есть, они спокойно держатся Лады! Смотря какой код! Ну да, если наш Марсик, мне кажется, он и динозавра, блин, разбудит Бамс! Вот они загорелись, и вот у нас написано Amazfit И точно такая же надпись у нас, когда ты GTS'ки запускаешь Ну, скорее всего, здесь стандартная приблуда будет там QR-код Сиделас, читайте, да! Вот он, QR-код у нас появился Считайте, значит, QR-ридером, да, там И зайдите в приложение Amazfit Bip Что мы сейчас проделаем, в принципе, у меня это уже... Amazfit Bip, почему? Amazfit! Ну, вот я вот заразился этими часами и Amazfit'ами Ладно, добавить, выберите устройство, часы... Бамс! А, во, обновилась даже, смотрите! Здесь появилась, вот она, Amazfit T-Rex То есть были Stratos'ы, GTS'ки, GTR'ки и тому подобное Вот они, Stratos! Давай, давай, ага! Вот мы наводим, получается, где наш QR-код? Вот мы, ну-ка! Дэнс! Подключение к часам! Всё, поднесите поближе, сейчас должно всё это дело подсоединяться То есть, по идее, да? Но не должно... О! Всё, да! Это... Да-да-да-да-да-да-да! Всё, мы подключились! Всё! То есть, подключение самое простое! Тупое, как это было и в BIP'ах, это было в Stratos'ах, это было GTS' GTR не знаю, скорее всего, то же самое! И всё! Бабам! Активирует новое устройство! Да, активировать! Окей! Всё! Сейчас, он говорит, устройство будет активировано ниже и у нас появятся в списке на смартфоне это устройство! Ну и, собственно, эти часы будут уже спарены с смартфоном! Но это ладно! Здесь, в принципе, по начинке будет то же самое, что и в GTS'ках, да? То есть, это, по-моему, 12 либо 14 разных видов, значит, спортивных, то есть, там, упражнений, да? Бег, там, плавание, ходьба, там, бег на дорожке, там, значит, волейбол, наверное, какой-то ещё... Всё это окей! Здесь GPS этому помогает, опять-таки, более точную, скажем так, трекинг вести, да? Допустим, то же самое пробежки и тому подобное... Здесь есть также управление музыки, здесь есть, скорее всего, все те же хреновины, которые есть в GTS' Ну, собственно, давайте посмотрим, пробежимся! Действительно хороший, яркий дисплей! Это мы ещё на всю яркость не сделали, но уже на серединке они достаточно хорошо показывают! 20 часов работы, если есть, действительно, такая же внутрянка, как в GTS'ках, то... Это правда, потому что мои GTS 20 дней без Always On Display они отрабатывают на ура! Если Always On Display, такой, шпойлер, да, скоро я соберу все часы от Amazfit, да, и сделаю видосик... С Always On Display эта штука выжирает за 4, ну, 5 дней максимум они будут работать! Поэтому лучше использовать! Поднял рынок, загорелись, посмотрел, окей! Итак, вот так вот выглядят наши смарт-часики! Скорее всего, здесь есть у нас несколько, пока два предустановленных, значит, циферблата! Можно работать на них, как на сенсоре, то есть, ну, как привычно, да, тебе, допустим, там, все свои шаги посмотреть, там, да? Здесь управление, то есть, можно фонарик включить, да, то есть, они будут как-то белым светом подсвечиваться... Ну, да ладно, собственно, это неважная штука, скажем так, ну, ладно, она есть, окей! Здесь, опять-таки, можно режим энергосбережения включить, можно включить ночной, то есть, не беспокоить, регулировка яркости, можно убавить вообще... Можно включить автоматическую яркость, она будет подстраиваться под освещение вокруг вас, которое, да, и можно заблокировать экран, да? То есть, здесь больше ничего нет, снизу у нас свайп ваши, там, шаги пройденные, ваш пульс и тому подобное, справа у нас, значит, ну, слева направо свайп, это у нас идут уведомления, да? А также у нас есть статус, значит, ваших, вашей физической активности, если мы свайпим справа налево, сердцебиение, тренировки, различные тренировки, то есть, и тут бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, плавание открытой воде, беговая дорожка, все педали, короче, здесь, вон, куча всего, и даже... Всползание на гору, блин, да, то есть, восхождение есть, ваш свод активности есть, ну, пока их здесь еще нет, но только распаковали погода, управление музыкой, то есть, если вы, допустим, включаете какое-то музло, да, на сами часы вы не сможете залить ничего, вам придется с собой брать смартфон и только управление на смартфоне, то есть, не так, что вы сюда что-то закачали и побежали, как это на стратусах, нет! Эта штука подключается и только для управления музыкой на смартфоне, это не так, как сделано на стратусах, повторяюсь, то есть, не думайте, что вы взяли наушники и часы и побежали, нет! Но, экран, бляха-муха, посмотрите, какой экран, вот серьезно, классно сделанный, он, во-первых, AMOLED, и там, где черный не задействован, это все-таки меньше идет нагрузка, да, поэтому Watch Face, и, кстати, о них сейчас поговорим, да, Watch Face, Watch Face, Watch Face, Watch Face здесь нужны более темные, чтобы экономить энергию ваших смарт-часов, ладно, давайте посмотрим! Так, вот они, на 60% они у нас заряжены, значит, так, настройка темы, давайте посмотрим, что у нас здесь, значит, есть, да здесь, в принципе, дофигища их, на самом деле, то есть, можете еще какой-нибудь поставить, в принципе, неплохие даже такие, симпатявые такие есть, ну-ка, 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 что-нибудь, вот, ну-ка, вот эти давай, синхронизировать скин часов, и сейчас, в принципе, это все дело залетит на часы, и можно будет наслаждаться тем скином, который мы сюда закинули! Бимс! Циферблат успешно синхронизировал, ну-ка, давайте посмотрим, как он будет выглядеть на самих часах! Ну, симпатёво! То есть, то, что там показано, там и есть, да, то есть, получается, у нас сейчас будет три здесь, да, циферблата, получается, этот, тот, который был второй, да, вот, то есть, да, получается, мы загрузили три циферблата, ну, вернее, третьим загрузили еще один, который мы сейчас синхронизировали, из, собственно говоря, галереи, да, которые находятся в приложении Amazfit. Ладно, вернем на стандартные лады. Ну, то есть, вы видите, да, что здесь их огромное количество, вы можете спокойно выбрать какой-нибудь. Я уверен, что база этих циферблатов будет пополняться, и, скорее всего, будет еще кулибины, которые будут классно все это делать, и будут придумывать новые циферблаты. Это все окей! Это все шалости! То есть, это, в принципе, стандартные фишки Amazfit-овские, да, то есть, GTS, GTR и тому подобное. А вот теперь я предлагаю пойти их и расхринячить, если они не расхринячатся, конечно, но, опять-таки повторяю, попинаем их, потопим, мы их заморозим, мы их там сварим в кипятке, мы их постираем в стиральной машинке. Погнали! Ну чё, погнали? Интересно, на самом деле, выдержать или нет, ну да ладно. Ну чё, прям вот так вот их, да, берем, вот, вот, прям вот, жалко, обидно, конечно, ну да ладно. Прям в лужу? Блин, руки больше запачкаю, то есть, ну вот, вот мы их. Ничего, пока. Самому не заботиться, не вернуться. Пока живые, то есть, заметьте, то, что можно управлять еще, помимо сенсора, да, то есть, можно управлять, то есть, вверх-вниз клавишами, да, офигенно в грязной руке, но мы же типа армейский стандарт, что там солдат американский. Ну давай, давай, он туда, стой, отдали. Прям вот, вот, хорошенько, как зашпальнем, ну-ка, давай. Прям в камень влетели, смотри. Они сейчас, честно сказать, я боялся, что они цокнутся экраном, потому что они прям в угол камня влетели экраном, но нет, они живые. Ну давайте еще раз, в ту лужу я сейчас не полезу. Ну давай, еще раз я еще шмурину, вот в эту лужу, давай, туда-туда-туда какая-то, все. О, опять камень, да. И что тут везут? Вот, ну-ка, сюда. И здесь. Не везут, потому что он вот экраном вот по таким вот камням попадает, ну, то есть, не видите, да, то есть, вот они. Грязюки все нормально, руки, правда, чуть подзамерзли сейчас, не минус, но все равно холодно. То есть, они живые, пошли проводить экзекуцию дальше. То есть, пока вот лужу, грязь, броски об камни, там, вот, вот это вот все, вот такое, вот такое, все они пока что выдержали. Ты вандал. А что делать? Надо же проверять, они же сами заверяют, что это все, как говорится, работает. Окей, пошли теперь их заморозим и попробуем сварить. Так, ну вот у нас, значит, одно повреждение есть, ну, как бы такая царапка, да, и вот небольшая царапка. Вот все пока из того, что могло быть, да, ну, то есть, вот какие-то камни там летело, и вот небольшая царапка, ну, то есть, экран пока живой, пока экрану окей. Давайте стирать. Так, ну, заодно мои вещи постираем, ну, собственно, погнали, да, кидаем. Чтобы барабан не побить, так как-нибудь, вот так вот. Хватит тебе интересно, что тут происходит, да? Там, там, вон, часы, Ирюша, стирает, да, 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 именно там. Блин, такой, дебил. Ты дебил, да, Марс? Ты дебил, что ли, да? Ты что творишь? Я не хочу на эту инструкцию смотреть. Что-то они перестали моргать, там, гореть, не знаю, где они. Не сдохли они там еще? Ха-ха-ха, нет, вот тут болтаются. Ой, что-то там проскальзывает. О, вон они, видели, видели. Тык, дык, блядь, кошмар. Бум, бум, я, мне кажется, барабан быстрее убьешь, чем эти часы, серьезно. Блин. Сколько осталось тут? Десять минут осталось, да? Да, ну ладно, посмотрим, что-то там вон они пролетели. О, блядь! Ну ладно, мне кажется, барабан убьется. Не, 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 жопа! Так, мне тут жена сказала, иди-ка ты в жопу со своими экспериментами, ты сейчас мне ушатаешь барабан этой хренью своей. В общем, что я могу сказать. Выдержали, однако. Однако выдержали, то есть стирочку, все, ну правильно, покидали в грязь, нужно же постирать, да, то есть. Ну ладно, теперь пошли мы их заморозим, заморозим, а потом вы сами все увидите. Ну, в общем, они уже замерзли здесь, блин. Не до конца, конечно, все схватилось, но я думаю, этого достаточно, нахождение такого количества в холодной воде. Это часа сколько тут, наверное, три, да, было? Четыре? Они могут загореть. Ну, они работают. Ладно, давайте их размочим, сейчас немножко горяченькой водички бахнем и попробуем их отсюда куском вот этим вот льда выцепить. Ну, вы видите, да, то есть вот они что-то там показывают, блин. Ладно, давай сюда вниз опусти, вот так и... Видите, два круга. Ну, вот, собственно, кусок льда, льда. С них прямо... Ну, в общем, вот так будешь ходить, если ты упадешь куда-нибудь в прорубь. Ладно. Что и финалочка, давайте их... Конечно, они на 70 градусов всего лишь рассчитаны, но мы в кипятох отпустим на секунд пять. Вот так вот, давайте, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, семь пускай будет. Сейчас, прикинь, поворачиваешь, а они... Блин, они работают. Короче, я не знаю, блин, Nokia 3310, наверное, это вот твой брат, серьезно. Короче, ребят, я не знаю, вот я их сейчас прокер, это... Это супер-пупер, блин, часы. Они, я не знаю, постирали, прокипятили чуть-чуть, да? Ну, прокипятили, естественно, в такой кипяток никто не полезет, да? Заморозили, опять-таки, попинали, попили. И посмотрите, в каком они состоянии. То есть, елы-палы, посмотрите на них, да? То есть, экран, блин, вообще ничего с ним не случилось. Да, небольшие костки есть, как я уже показывал, да? Но они настолько незначительные, минимальные, что, блин... Вот вопрос. Xiaomi Topless за свои деньги? Topless. Топли за свои деньги? Да, вот это топ. То есть, они неубиваемые. Я не знаю, хотелось, блин, машиной проехаться, но камон, если на руке они будут и машина проедет, мне кажется, руки быстрее херес придет, чем вот этим часам. Но факт. Вы все прекрасно видели, эти часы спокойно выжили. Как-то так. Что думаешь относить на данных часов? Пиши в комментариях под этим видео, а я, как говорится, потестил уже Mi Watch'и, и я сейчас наливаю вот эти. Это топ. Ага, значит так. Ты чё это делаешь, часами и банчи, да? И часами банчи, да? Да, зачем это ты не делай мне? Мои? Кот! Я сказал! Мои, мои, они подороже достанутся. Ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok